Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. А настроение у меня прекрасное. Мы только что вернулись с осеннего парка. Посмотрите, какая уже на улице красота! То есть листья уже практически опали. И вот в последние денечки, когда еще совсем не опал клён, я решила немножко вас порадовать вот этим осенним букетом у меня дома. И насобирала вот таких красивых листьев. Ну, а в сегодняшнем видео оно будет очень коротким. Поделюсь своим процессом над новым шарфом, над шарфом-палантином, пока не решила, какой ширины он будет. Может быть, вы мне напишите свои мысли, свои идеи. И сегодня хочу поделиться впечатлениями об этой пряже турецкого производителя, который называется вот так вот. Сейчас попытаюсь, чтобы он сфокусировался. Камгарн, вот вы сейчас видите. Это производитель, а пряжа называется Папатья Ангора Кейк. Спонсором этой пряжи был великолепный магазин Кудель. Огромнейшее благодарю. И вот сейчас я уже провязала достаточно много вот этого шарфа в этой новой технике. Ну, конечно же, мы пока не видим здесь новую технику. Те, кто смотрели мои ранние видео, те понимают, о чем я говорю. Пока это просто филейная сетка, А потом мы ее будем заполнять нитью. Вернее, несколькими нитьями из этой пряжи. И получится такое а-ля тканое полотно. Во-первых, хочу поблагодарить вас за активное участие в обсуждении этого нового проекта. Я очень-очень рада, что вам понравилась эта идея. Идея на самом деле просто великолепная. И я думаю, что получится красота красивая. Ну, а сейчас покажу то, что у меня уже получилось. Расскажу о некоторых хитростях. Вы меня спрашивали, отвечу на ваши комментарии. Ну, и давайте о моих впечатлениях об этой пряже. Девочки, если честно, я не ожидала. Здесь очень большой процент акрила. Но пряжа, это, я не знаю, нежность нежная. Я бы так назвала. Это совершенно не чувствуется. Это не скрипучее. Это очень мягкое, пушистое. И теперь я точно знаю, что я хочу из этой пряжи связать даже джемпер или жилет. Да, да, да. Это я, которая вообще очень отрицательно относится к самому акрилу в составе. Но, видимо, сейчас настолько дошел прогресс до того, что и акрил бывает очень качественным. Ну, а если говорить о цене вот этого матка в 305 рублей, здесь 200 грамм. Это вообще просто шикарно. Подумайте о подарках к Новому году. Конечно же, хочется порадовать своих близких, своих родных. Но, как мы понимаем, дорогую пряжу не купить на всех своих близких. Поэтому можно вполне порадовать их красивой вещью из вот такой пряжи. Но, поверьте, качество здесь великолепное. Вот, посмотрите, вот такой интересный пушок. Посмотрите, какой красивейший градиент получается. Просто красивейший. Да, я сейчас скажу еще раз, напомню, какой состав и артикул этой пряжи. Мне очень нравится вот это вот сочетание цвета. Итак, здесь, значит, как я уже сказала, 80% акрила и 20% шерсти. Вот, шерсти лана. 200 грамм, 110 метров. Очень хороший метраж. Единственное, что не совпадает, я думаю, что производитель ошибся по поводу крючка. Вот в 2 миллиметра я вяжу 3,75. Но от спицы я тоже, ну, 3,5 возможно. Думаю, что четверка. Но вот крючок в 2 миллиметра, это совсем не согласно. Если спицы это так-сяк, а вот в 2 миллиметра я вам советую брать крючок значительно больше. Ну, вот я сейчас не взяла крючок. Ну, все равно покажу вам один финт ушами. Как, вернее, это для начинающих. Вы меня спрашивали, как сделать красивый край. Видимо, вы только либо учитесь вязать крючком. Это тоже похвально и тоже радует. Как, ну, в конце ряда, как это сделать красиво, чтобы вот здесь был ровный край. Вот вы видите, что у меня край достаточно ровный. К тому же он, естественно, будет обвязываться. Здесь будут либо кисточки. Ну, в общем, я покажу, как делаю я, чтобы был вот такой ровный край. Итак, я связала ровно половину этого 200-граммового моточка. Вот уже дохожу до такого цвета. Не знаю, сейчас на камеру не очень передают, но такой болотный. Вот. Это ровно половина. Значит, шарфик я вяжу длину. Длину, не ширину, а длину. И в длину он у меня составляет, значит, 97 плюс 97. Ну, я, естественно, собрала его пополам и померила. Вот половина 97. Посчитайте, сколько это. 90, 90, 180, 7 и 7, 14. Ну, будем говорить около двух метров. Значит, по ширине, если половину брать вот от этого моточка, то сейчас я провязала 22 сантиметра. То есть половина 100 грамм, значит, у меня провязана сейчас по ширине 22 сантиметра. Так что имейте в виду. Ну, и второй моточек, скорее всего, пойдет на вот эту вот ниточку, которую мы потом будем сюда вставлять и делать вот это тканное полотно. Да, вы меня спрашивали по поводу, нет ли у Светы Волкодав, где я увидела в инстаграме ее идею, нет ли у нее мастер-класса на пальто вот в этой технике. Я не нашла пальто, я имею в виду, не нашла мастер-класс на такие пальто. Они у нее в разных цветах, там и черный, белый, и синий, и классический черный, белый в стиле Шанель. Мастер-класс я не нашла. Возможно, есть. Вы зайдите в инстаграм Светы, ссылку опять оставлю, и в директ ей напишите сообщение. Она вам обязательно ответит по поводу мастер-класса. Мне мастер-класс не нужен, потому что, ну, вот то, что Света показала, как это делается, как эта ниточка в несколько сложений вдевается в иголку, и потом вот по вот этим клеточкам просовывается. Мне этого достаточно. Я, конечно же, вам покажу, как я это буду делать. Конечно же, там нужно немножечко чередовать, ну, как бы, как кирпичики, да? Сейчас, наверное, не смогу объяснить на словах, но я думаю, вы меня поняли. То есть, если мы первую ячейку продеваем сюда, то вторая ячейка у нас начнется вот с этого момента. Ну, я имею в виду, если здесь мы начали вот с этой клеточки, то следующую мы будем вдевать здесь. И вот такое чередование будет нам давать шахматное положение. И вот эти вот нити, которые будут продеваться, они будут очень скреплять полотно, и это будет очень стабильно. Вот только из этого расчета. Ну, в общем, что хочу сказать. Я в приятном удивлении от этой пряжи. Я вообще не ожидала, что получится вот такая красота. Да, я не сказала вам про артикул, про состав сказала. А про вот этот артикул, вот вы видите, Color 610. Очень красивые, нежные, пастельные вот такие тона. И я думаю, что у нас получится красивая вещь. Но сейчас я нашла в интернете еще одну идею. Очень хочу знать ваше мнение, а не усовершенствовать ли нам вот этот шарфик, а не связать ли этот шарфик с карманами. Ну, чтобы это был не просто шарфик, а что-то вообще эксклюзивное. Но мало того, что это будет красивая техника, еще будет вот такая изюминка. И вот то, что я нашла в интернете, я сейчас вам покажу фото, и хочу дождаться от вас ваших комментариев по этому поводу. Посмотрите, какую красоту я нашла. Вот вы видите здесь прорези на этом шарфике, или шарфе, и вот они, эти карманы. То есть это получается как шарф-пончо, шарф-накидка. Ну, очень мне понравилась вот эта идея. Внизу вы видите бахрома. Хочу попробовать. То есть, как это у меня будет выглядеть. Я хочу связать вторую половину шарфа абсолютно одинаково. То есть, продолжу дальше вязание. Сейчас покажу то, о чем я хочу вам рассказать. Вот отошла максимально. То есть, связала половину ширины. Это, скорее всего, будет половина. Еще мне связать нужно столько же. И вот на уровне там, где будут вставляться руки, я здесь просто провяжу воздушные петли для руки, а дальше пойду вязать шарф. И, конечно же, с другой стороны. И таким образом у нас можно будет вот здесь вот, ну, надо подумать еще на каком уровне, померить свои вот это, ну, не плечи, а от, если у нас здесь голова, то от вот эту вот ширину, да. И вот здесь вот сделать прорези для рук. Ну, как на фото. Думаю, что идея замечательна. Если вдруг не понравится, поскольку мы все равно здесь будем протаскивать нашу нить, мы просто эту дырку соединим нашей нитью. И здесь вот этой дырки не будет. Если же это будет красиво сидеть по фигуре, и нас все устроит, мы здесь еще можем просто обвязать, ну, как клапан такой, да, для руки. В общем, вот такая бредовая идея. Ну, а потом, конечно же, здесь можно в этой же технике сделать карман. Вот то, что я хотела вам, спешу вам об этом сообщить, потому что кто вяжет со мной, если идея такая понравилась, то не забудьте, что по центру, по центру ширины шарфика нужно будет сделать вот такое отверстие. Понимаете? Отверстие для руки. Вот, иначе потом, конечно же, это не сделать. Ну, а сейчас покажу вам красивый, ровный край, как я заканчиваю и делаю разворот в этом шарфике. Ну, и, в принципе, все. Девочки, пряжей очень-очень довольна. За 305 рублей 200 грамм пряжи, ну, получится 600 рублей, будет стоить вот эта вот эксклюзивная красота. В общем, давайте сейчас покажу этот прием. Итак, смотрите, вот я дошла до практически конца ряда. Еще пару столбиков с накидом, между ними воздушная петля. Еще один столбик. Да, кстати, пряжа, ну, распускается, но я бы не сказала, что она легко распускается в крючке. В спицах, думаю, что будет по-другому. В крючке все-таки есть, ну, в общем, не совсем так гладко она распускается. Итак, вот конец. Что я делаю? Накид на крючок и прям под вот эту арочку я провязываю столбик с одним накидом. То есть не в тело полотна, а прям под арочку. И получается вот такой ровный край. Но вы учтите, что здесь еще будет обвязываться. Давайте сразу начало следующего ряда покажу. Раз, два, три, четыре воздушные петли, разворот и дальше столбик с одним накидом в первый столбик. Ну и дальше все понятно. Воздушная петля. И пошли столбики с одним накидом, между ними воздушка. Вот, в принципе, и все. Вот. Думаю, что денька два мне нужно еще, чтобы это связать. Крючком вяжется, ну, медленнее, чем спицами. И тем более, что, как вы поняли, я вяжу не ширину, а сразу длину. Все, мои хорошие. На этом я буду заканчивать сегодняшнее видео. Рекомендую вам эту пряжу. Ничего абсолютно вы не теряете. И я думаю, что вам понравится с ней работать. Очень бюджетный и, я бы сказала, приятный, качественный вариант. Ну, а на этом я буду заканчивать сегодняшнее видео. Решила показать вам, что на улице уже темно. Посмотрите, как красиво смотрится это все под лампой. Я включила лампу. На улице уже вот так вот вечереет. В общем, желаю всем прекрасного настроения, приятного вечера, новых вдохновений, новых идей. Я вас всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.